Привет, друзья! Оказывается, у меня есть подписчики с таким блогером, как Леонид Егоров с канала Реальный Культуризм. Хочу сказать сразу, я очень уважаю этого человека именно не за его человеческие качества, ну, как человека, я его не знаю, а я смотрел пару роликов, видно, что человек думающий, человек всю жизнь тренируется, особенная уважуха за то, что тренируется натурально. Есть, конечно, у всех у нас свои заблуждения, но, кстати, мне нравится Леонид Егоров еще за то, что он философией интересуется. Вообще, в принципе, я за то, чтобы человек развивался, интересовался различными сферами жизнедеятельности, развивался мысленно, физически, духовно. Так вот, в чем суть вопроса? Человек пишет, что на одном из своих последних стримов Леониду Егорову задали вопрос по поводу системы Виктора Николаевича Силуянова, как он к ней относится. И я не поленился, посмотрел. Действительно, Леонид, к сожалению, моему глубочайшему сожалению, сказал, что она не подходит для натурального тренинга. якобы она подходит только для тех, кто вводит тестостерон извне. Так вот, друзья, особенно те, кто смотрит и мой канал, и канал Леонида Егорова, это глубочайшее заблуждение. В первую очередь, друзья, система Виктора Николаевича Силуянова подойдет и важна именно для тех, кто тренируется, кто хочет тренироваться натурально. Особенно система Изотон. Она подойдет вообще абсолютно для любого человека в любом возрасте. Нет у нее противопоказаний. Если вы решили заниматься, к примеру, в 40, даже в 50 лет, а то и в 60, вы можете смело заниматься по Изотону. Но, вернемся к нашим баранам. Я, наверное, самый первый из блогеров фитнес-сообщества, хотя не люблю это слово фитнес, который стал говорить о применении системы Виктора Николаевича Силуянова именно в бодибилдинге, в телостроительстве. И познакомился я с учением Виктора Николаевича Силуянова, когда уже переехал в Штаты. А вы знаете, что мне пришлось переезжать в Штаты в стрессовой ситуации. Меня подставили, кинули друзья на бизнес, на мою федерацию, на всю мою жизнь, в принципе. И, естественно, у меня был огромный стресс. Я боролся там целый год. Но, неважно, когда я переехал в Штаты, я потерял очень сильно и в Силе, и в массе. естественно, вы понимаете, я не принимал тогда ничего сильнодействующего. По той простой причине, что даже просто никого здесь не знал. И стал потихонечку тренироваться. Естественно, и психическое состояние, как бы я ни говорил о позитиве, все равно немножко влияло вот эта ситуация негативно. и я услышал о системе Виктора Николаевича. Естественно, слушая кое-какие лекции, обрывки лекций, я построил свою систему, основываясь на принципах Виктора Николаевича Силуянова, и не совсем точно, а некоторые программы были совершенно не точные. лекции. Потому что, когда мы слушаем, воспринимаем какую-либо новую информацию, все равно интерпретируем ее через призму имеющегося уже у нас опыта. И когда мы что-то слышим, любой из нас, все равно мозг обрабатывает информацию подобным образом, что мы слышим больше то, что хотим, нежели чем то, что говорит наш собеседник. Я в этом не раз убеждался и вы убеждаетесь, когда смотрите мои видео с различными учениками и партнерами Виктора Николаевича Силуянова. Я задаю, казалось бы, одни и те же вопросы, но хочется расставить все точки над видом и точно понимать, что имел в виду Виктор Николаевич. Так к чему я клоню? А клоню я к тому, что я тренировался следующим образом. Неделю я тренировался по обычному нашему с вами качковскому графику. У каждого он свой, неважно. Да, еще нужно учесть, что тогда я восстанавливался как раз-таки после грыж и протрузий. Как раз у меня был такой острый период самый. А другую неделю я тренировался как я думал по системе Виктора Николаевича. Но что я делал? Я делал примерно следующее. делал упражнения в 9 подходах. То есть 30 секунд работал, 30 секунд отдыхал. И вот так 9 раз сразу, представляете? И делал по 2 таких упражнения на группу мышц. Естественно, не подряд. Сочетал бицепс с рицепсом, грудь со спиной. Но на каждую мышечную группу выходило 2 подхода в каждом из которых было таких 9 мини-серий. 30 секунд отдыхал, 30 секунд работал. Но вес подбирался таким образом, что я не задыхался и уставал и сжения достигал только где-то начиная уже с 6-го подхода. Вот 6-й, 7-й, 8-й, 9-й. 4 подходика были такие супер-жжения. Казалось бы, не имеет в принципе практически ничего общего с системой Виктора Николаевича. Неправильно воспринято было. Но у меня был очень хороший прогресс. Я очень быстро и качественно восстанавливался, набирал. И форма была очень-очень неплохой. Кто-то скажет, да ты просто восстанавливался и ты типа возвращался к форме, которая у тебя когда-то была. Возможно. Но со мной тренировался мой американский друг, который старше меня на 5 лет. Мы познакомились с ним уже здесь в Америке, когда я автомобиль покупал в автосалоне. И стали тренироваться вместе в голджиме. И что вы думаете? Человек никогда так не прогрессировал. Он тоже тренируясь по моей вот этой методике удивлялся. я там свято верил, что я тренируюсь по системе Силуянова. Но как вы видите нет. Но потом я все больше и больше узнавал. Я вкладывал систему в свои тренировочные графики. На самом деле у меня очень много различных реализационных схем. и те 235 человек, которые входят в мою закрытую платную группу, знают об этом, потому что я там на каждую неделю выкладываю вот этот новый график. Мы все прогрессируем. Даже не совсем точно придерживаясь систем рекомендаций, методов Виктора Николаевича Силуянова, и я, и все те, кого я знакомил с этим, прогрессировали, прогрессируют и будут прогрессировать. Это говорит о том, что если вообще идеально грамотно подойти к тому, что учат, рекомендует, точнее учил, рекомендовал Виктор Николаевич, то это будет работать еще больше. Почему это важно в первую очередь для натурального атлета? Да все очень просто. Как раз таки те четыре фактора, о которых говорил Виктор Николаевич, которые потом пересказывал Леонид Егоров, которые пересказывают абсолютно все сейчас, кто более-менее интересуется водибилдингом, они достигаются вот с этой помощью. Потому что если вы не будете тренироваться так, как рекомендует Виктор Николаевич, у вас не будет выброса гормонов, она сама тренировочная программа не будет вам давать никакого эффекта, если не придерживаться этих принципов. А если придерживаться, то как раз таки натуральный атлет будет получать по максимуму пользу. Понимаете? Вот так и нужно тренироваться, так и нужно подходить. Не верите вы, к примеру, во все то, что говорит Виктор Николаевич, хотя уже весь мир это давно принял и в Америке очень много сейчас об этом говорят. Ну, не только сейчас, уже давно. Уже давно все говорят не о подходах грамотные тренера, а о времени под нагрузкой, если вкратце. Так что, друзья, система Виктора Николаевича, она работает. Если вы тренируетесь натурально, вы обязаны тренироваться грамотно, научно, обоснованно, и тогда у вас будет все, что вы хотите. И к моему величайшему сожалению, я удивляюсь, почему Леонид Егоров не согласен с этим. Я не думаю, что взрослый человек и только из-за того, что он написал свою какую-то книгу по бодибилдингу, он не хочет признавать, что возможно там не все правильно. Но я не читал, может быть, там и правильно. У меня тоже, не забывайте, есть две книги, одна для мужчин, другая для женщин, но они на первые года тренинга вашего по построению силового фундамента, силовой базы. Первая книга, она лидер продаж на русскоязычном интернете. именно поэтому со мной связалось самое крупное агентство, расскажу как-нибудь об этом поподробнее, и напечатало ее в бумажном, в печатном варианте, в очень дорогом исполнении, на самой, наверное, качественной бумаге, в хорошем переплете. Так что, друзья, система Виктора Николаевича, это не просто какие-то рекомендации от Балды, не забывайте, даже, кто такой я, кто такой Леонид Егоров, и кто такой Виктор Николаевич Сулуенов. Если кто-то не знает, этот человек в последнее время был консультантом абсолютно всех сборных России по любому виду спорта. Можете себе представить, какой уровень Леонид Егоров хоть какую-то сборную тренировал? Так что, друзья, смотрите различных блогеров, стройте свою систему, думайте, изучайте как можно больше информации, но самое главное, я вам гарантирую, если вы начнете тренироваться научно обоснованно, и если вы, пройдя мои ступени, достигнув определенных силовых показателей, будете тренироваться по принципам периодизации, тренировать неделю гликолидические волокна, неделю окислительные, вы будете прогрессировать без применения фармакологии, что очень важно, и что самое важное, с сохранением, улучшением здоровья, что может быть лучше? Наверное, ничего. Кстати, друзья, обращаюсь опять к подписчикам моего канала и канала Реальный Культуризм, передайте Леониду мои слова. Я с удовольствием провел бы с ним стрим, у меня или у него на канале, неважно. Когда-то давно, прям реально, вступили в конфликт на фоне всего лишь одного упражнения. Это был спор о румынской тяге, ее еще называют тяги на прямых ногах. Я утверждал, утверждаю и буду утверждать, что нельзя, ни в коем случае, делать тяги на прямых ногах полностью, тем более в той технике, в которой показывает Леонид Егоров, чтобы штанга была чуть ли не на 30 сантиметров от ваших ног. Это с гарантией приведет вас со временем, а может быть и сразу к протрузиям, как минимум, а то и к грыжам. Я за другую технику, я ее описывал. Девчонки у меня тренируются именно так, нет ни у кого никаких проблем. И, как мне кажется, у нас в отношении тренинга с Егоровым, как и с Спокуходским оказалось, Юрой, не так-то много отличий. Может быть, какие-то вещи мы называем по-разному, но общий подход остается грамотным. И передайте еще тоже Леониду, он почему-то утверждает, что у меня основная моя карьера спортивная прошла на фармакологии. Не знаю, почему человек так утверждает, ничего абсолютно обо мне не знаю. Совершенно не так. Даже 10% из тех 30 лет, что я занимаюсь с отягощениями, не занимает у меня тренинг на фармакологии. Основное время, основную массу я провел именно тренируясь в натурах. Обо всем об этом было бы интересно поговорить с ним лично, не через кого-то. Спокойно, без руганий, уважительно, потому что все-таки мы делаем одно дело, пытаемся просвещать людей, в той или иной сфере при тех возможностях, знаниях, которыми мы обладаем. А поговорить, подискутировать есть о чем. Ведь Леонид утверждает, что он очень хорошо разбирается в анатомии, в биомеханике. Ну, про анатомию я бы спорить с ним не стал, а вот с биомеханикой мы бы подискутировали, потому что есть утверждение из прошлого века у Леонида Егорова, к примеру, что можно воздействовать на отдельный какой-то пучок. Так что, друзья, увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Передаю привет всем, кто тренируется, всем тем, кто занимается пропагандой здорового образа жизни тренировок и увидимся в тренажерном зале. А также не забывайте приобрести мои книги. Их вышло уже две. Отдельно для девочек, отдельно для парней. Это серия книг Фак Фитнес. Почему она так называется, вы поймете, прочитав эту книгу, взгляд и подход к тренингу кардинально отличается от общепринятого и дает результат. Спасибо, друзья, что смотрите. меня. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Музыка. 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 Музыка.